Доброе утро! Это новости в студии Анны Москаленко и начнем этот выпуск. 48 девушек и юношей из ДНР посетили Алтайский край. Они участники университетской смены, в которой принимают участие ведущие вузы страны. Проект помогает ребятам разносторонне познакомиться с нашим регионом. Один из пунктов программы – региональный центр противопожарной пропаганды и общественных связей. Особый интерес у гостей вызвала диорама пожара 1917 года, одного из самых крупных и опустошительных за всю историю краевой столицы. Ребята задавали вопросы, фотографировались, примеряли старинные пожарные каски. Рядом со зданием музея находится первая пожарно-спасательная часть Барнаула. Участники университетской смены были и там. Многим из них удалось посидеть в кабине пожарной машины и пообщаться с профессиональными спасателями. Мне кажется, что у пожарных очень сложная работа, что каждый день происходят пожары и их очень сложно тушить. Бывает, что люди не выживают и это большие потери. Хочется сказать, что в музее были очень красивые экспонаты, очень реалистичные и вообще все было так и классно. А я продолжу. В Алтайском крае участились случаи отравления грибами. Профессиональные микологи, проще говоря, грибологи, убеждены, употреблять их в пищу надо аккуратно, а собирать и вовсе настоящее искусство. К примеру, грибы, которые растут в черте города, лучше не трогать. Они имеют свойство впитывать все, что их окружает, включая тяжелые металлы от выхлопных газов. Но и он получил то, что грибница впитывала до этого. Понимаете? Поэтому предсказать, что окажется в этом грибочке и потом, соответственно, в организме, очень сложно. И лучше вообще такие грибы не употреблять в пищу. Это также относится к грибам, которые растут вдоль трасс. И у нас очень часто грибы можно встретить в лесополосах. А лесополосы часто близко к трассе. Еще в лесополосах могут оказаться остатки, например, каких-то химических веществ, которыми обрабатывали поля. Это тоже очень опасно на самом деле. А грибы все равно, они вырастут. По мнению эксперта, даже схитрить не получится, если попытаться сравнить найденный гриб с картинкой из интернета. Источники во всемирной паутине не всегда достоверны. Посмотрела вот тот иллюстративный материал, который предлагает интернет, и я бы сказала, что нужно быть очень аккуратным. Иллюстрации могут быть несоответствующие, во-первых. Во-вторых, на них не всегда видны те признаки, благодаря которым можно определить, съедобный гриб или несъедобный. Стоит ли его вообще собирать. Если говорить вообще о культуре сбора грибов, лучше, когда вас научили опытные грибники, и вы, ну, как бы вот, как в любой опыт, лучше передается вживую. О спорте. 80 гонщиков со всей Сибири соревновались на скорость в Калманском районе. В Селеново-Романово одновременно прошли два турнира. Чемпионат Сибири и краевые соревнования. Подробности в нашем сюжете. Вячеслав Волков в гонках уже 10 лет. В своих первых заездах участвовал на обычном седане. Но с каждым разом старался улучшить машину и сделать из нее спорткар. Сейчас Вячеслав победитель краевых и окружных соревнований. Поклонники берут у него автографы, а сам гонщик участвует в высшем классе. В процессе подготовки много нервничаешь, переживаешь. В самом заезде пытаешься отключить все эмоции и просто сделать все правильно. Реакция на светофор, нажать все кнопочки, все тумблеры. А когда победил, ну, радость, благодарность Богу, что я победил, все хорошо. Посоревноваться в скорости у Вячеслава появилась возможность в чемпионате Сибири по дрэк-рейсингу. Он прошел одновременно с краевыми соревнованиями в этом виде спорта. Дистанция в классическом дрэк-рейсинге для всех одна – 402 метра. Водители распределяли по классам в зависимости от времени прохождения дистанции и техническим возможностям машины. Всего сформировали 8 категорий. У нас почему два соревнования? Каждое соревнование имеет свои условия участия, то есть свои разбивки, так называемые. То есть краевое соревнование, оно идет по секундной разбивке именно для новичков, которые даже на гражданском автомобиле могут попробовать свои силы на безопасной трассе системы профессионального хронометрии. И чемпионат федерального округа, который для более подготовленных машин, именно для корчей, так называемых, те, которые уже едут после нас, как правило, чемпионат России. Второй день соревнований чуть не сорвал дождь. По регламенту, если начинается ливень, организаторы имеют право отменить заезды и выявить победителей по первому дню. Но на турнире в Новороманово решили продолжить гонку и дождаться, пока трасса высохнет. Каждой категории выбрали победителей и призеров соревнований. Анастасия Целовальникова, Анатолий Фукс. Новости. И пока это все. Хорошего дня!